Всем привет, с вами Денис и сегодня мы будем рисовать иллюстрацию самурай буддист. Сначала мы ее нарисуем на бумаге, простым карандашиком быстро набросаем, потом это дело мы все сфотографируем, перенесем на компьютер и дальше мы закончим нашу иллюстрацию в фотошопе. Ну что ж, приступим к нашей работе. Так, первое дело мы заметим на бумаге форму человека, то есть быстренько вымечаем, потом начинаем уточнять детальки потихонечку. Обращаем внимание на пропорции, что где должно стоять. Вот ухо равняется бровям на концу носа. Я подвел его в ленину. Сейчас уточняем нос, рисуем бороду по строению челюсти. Сейчас уже начинается уточнение деталей, вставляется волос на место, проверяется пропорция, как он правильно встал, не встал. Сейчас тени, серьгурую, вот пошли у нас волосы. Все быстро делаем, чтобы потом это можно было перенести в фотошоп. Замечаем идею, как будет выглядеть наш самурай. Так, в руке у него будет катана. Катана видно будет не полностью, только наполовину. Он будет такой мантией, наподобие как у мексиканцев. Теперь уже финальный этап, мы полностью уточняем все детальки. Уже набираем объем, чтобы было видно, где-то что нам нужно будет делать, чтобы уже было проще фотошоп это все обработать. Так, вот мы уже достаточно много деталей провели, сделали. Сейчас уже завершающий этап идет. Так как-то он у нас будет выглядеть наш самурай. Мы его целиком не будем рисовать, а нарисуем только его голову в профиль. Нарисуем его одну руку, которая держит меч и часть его мантии. Как-то так будет располагаться наша композиция. Ну, вот мы закончили, можно сказать. Сейчас мы приступим к перенесению его на компьютер. Так, вот мы его перенесли на компьютер, я его сфотографировал на телефон и просто через USB рабочий стол кинул фотку. Сейчас вот создал документ, на котором я уже буду рисовать иллюстрации. Размер документа это 50 на 50 сантиметров. Качество у нас нашего изображения 200. Сейчас первое, что мы делаем, это создаем контур нашего самурая. Изъемники и детали находятся, чтобы дальше... Ну, вот от этого будет как бы идти наша иллюстрация нашего контур. Как мы контур сделаем, так и пойдет наша иллюстрация. Стараюсь его быстро сделать. Потом кое-де мы подправим контуры, если сильно не аккуратно будет выглядеть. Пока мы должны быстро передать все детали, которые мы сделали на нашем скетче. Также уточнение идет всего. Ну, тут как бы детальки эмальсина тоже прописываем как на скетч, просто создаем контур, а уже потом цветом мы будем прописывать все наши детали, объемы и прочее. Ну, вот как бы все уже. Я думаю, с контуром пора закончить. Теперь сделаем фон. Сейчас начинаем уже делать нашего самурая. Выбираем интересный цвет. Сделаем его рыжим. Будет рыжий самурай такой, наподобие викинга с катаной. Теперь начинаем придавать объем нашей фигурке. Тени делаем, уточняем, где что должно быть. Управляем ему розовостью в цвете его кожи. Теперь делаем объем на бороду, волосы. Выделяем, где у нас будет падать свет, чтобы все смотрелось органично правильно. Добавляем синюю резинку. Сейчас надо поработать глаз, там цвет тени на нем сделать. Сначала немного все не очень идет. Нужно цвета получше выбирать. Обычно сразу выбирать цвета, которые нужно работать. Они выносятся тоже на рабочий документ, чтобы можно было сразу работать по цветам и не искать их в палитре цветов. Но я как-то решил сразу просто взять и выбирать сам цвет на ходу, грубо говоря, чтобы не сильно заморачиваться. Но наоборот заморочился ухтами. Так, сейчас я решил попробовать без обводки сделать все, как без обводки будут смотреться. Но мне кажется, с обводкой будет получше, поэтому я обводку оставлю и сделаю нашу иллюстрацию с обводкой. Потом я только поправлю, где она выходит за рамки, чтобы все было получше. Сейчас я вот применяю тут обычную такую фактурную кисть. Передаю фактуру вот сам просто так. Посмотрю, как это будет улететь. Потом посмотрю, что дальше я делаю. Рисую ее все обычной кистью. Пока работаю без фактурных кистей в этом уроке. Просто, то есть быстренько. Можно, как бы, хорошие скетчи делать обычной кистью. Хорошей иллюстрацией. Ну, самой первой кистью я работал. Просто открашиваю кистью. Ну, как бы, мне ее достаточно в этой иллюстрации. Как бы, она полностью себя управляет. Теперь вот добавляем свет на лице. На лице уже как бы сильно много тут остановилось и стал даже немного портить. Поэтому сейчас вскоре надо же будет переходить на одежду. На одежду, потому что лицо уже почти готово, а одежда с рукой и с катаной еще совсем даже не готова. Сейчас пытаюсь там подправить. Там, там, недочеты. Чтобы все смотрелось порганичнее. Так уж как получится. Теперь я пытаюсь добавить холодного. Посмотреть, подходит такое. Я понял, что не подходит. Надо перекрыть этим светом этим. Ну, вроде бы, как, уже лучше. Что-то это такое получается. Желтый сегодня ядренный получился. Поэтому надо его перекрыть. Ну, это, как бы, участки, освещенные на нашем самурае. Куда падает ему свет солнца. Он как будто идет в пустыне. Но вот сейчас мы начинаем уже делать саму одежду. И у нас будет зеленая томантия, наподобие как у мексиканцев. В мексике есть такие недоплатки, в которых они ходят. Вот я решил сделать в таком же платке данного самурая. Катану намечаем. Куда она уходит. Она будет не полностью перерисована. Так. Сейчас мы бусы ему рисуем. Как мы говорим, их такие красные, большие. Дальше тень от них. Так. Убираем цвета для нашей накидки. Светлый она как будто она вроде. Ну, делаем, что-то как будто навязанное. Пытаемся так. Много деталей у меня добавить. Чтобы показать, как получится. Набираем белые полоски. Как будто узор. Пытаемся с ней тоже передать свет и тень. Так. Уже переходим к руке. Убираем для нас теневые участки. Тень обозначаем более темным. Передаемся, ну, пытаемся передать глубину на рукаве. Сейчас зарабатываем все ненужные участки, где мы накосячили немного. Подрабатываем наш контур, потому что инфестрация наша будет с контура. Так. Добавляем цвета на волосы. Блейки. Сейчас надо подразобраться будет с бородой и с волосами. Что я делаю? Пытаюсь цветом. Губы у нас не очень получились. Сейчас пытаюсь немного подкрутить. Сейчас мы переходим на бусы. Чтобы сделать немного покровнее. Чтобы мой контур немного криватенький. Ну, в принципе, тогда же придет какую-то изюминку данной иллюстрации. В общем, сейчас мы начинаем прорабатывать рукав. Светиная, золотистые узоры. Катану начинаем прорабатывать, чтобы все смотрелось органично. Немного с рукояткой, когда мы косячим, придется контур стирать. Но это мы сделаем быстро. Свет губы. Золотистые узоры. Подрабатываем резинку, которая взял волосы наш самурай. Дорабатываем ее. Свет тени уже готовы. Теперь рукоятка. Ну, теперь начинаем уже детальки дорабатывать. Основное мы сделали. Теперь надо все уточнить. Глаза потемнее брови. Убавить на шею бриков. Наконец-то разобрались до конца моей губами. Убавить на шею бриков. Соль и льоса. Убавить на шею бриков. итак у нас получилась такая замечательная иллюстрация самурая надеюсь вам понравился процесс ее создания надеюсь также вы подпишетесь на мой канал поставить лайки под этим видео чтобы создавал большую ролика для вас если хотите увидеть еще больше моих работ то внизу будет ссылка на инстаграм и страницу мою вконтакте посмотрите так приставить понравится не понравится сами решить в общем как-то так все до следующего выпуска всем пока и как там говорит нам надо более живы 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 или нет наш придумал чуть-чуть